Привет зритель! Ща я выполню один запрос. Запас моих уходовых средств и людей. Ты может думаешь у меня их овер дофига, но каких-то из них действительно овер дофига и какие-то из них в этом году надо заделать до конца года, но вот как вообще получится не знаю. У меня тут нижняя полка, верхняя и рядом с ней. Я думаю, что это уходовое средство. Это подарок от подписчиков Лёлечки. Привет, Лёлечка! Кстати, от неё запрос. Это Avon Natural сочный гранат и манго лосьон-спрей для тела, освежающий 100 мл. Как бы это лосьон-спрей, но я его обычно юзаю. Ну, как духи, да? Как туалетная вода. Вот. Я думала сначала, аж сейчас подумала, что запасы, наверное, это то, что неоткрытое. Но, наверное, можно сказать и то, что вот лежит в полке, которая не указана на уход на месяц. Не обязательно неоткрытое есть, потому что вот реально неоткрытое есть. Вот такое. Огромный такой флакон вообще Avon Care увлажняющее и увлажнение и обогащение с йогуртом и мёдом. Лосьон для тела, для нормальной и сухой кожи 750 мл. Мне его надо будет уделать до, так, 21-й, до сентября 22-го года. Я надеюсь, у меня это получится. Вообще лосьона можно фейс протирать. Как бы у меня подруга одна есть. Она раньше здесь жила, а потом в другое место переехала. На помаже давно уже так. В следующем году будет 10 лет, как она туда переехала, отсюда. Короче говоря, куда, не говорю. Мало ли, что вы там разрешите сделать. Хрен вас знает. Ну, короче, меньше, знаете, лучше спешите. Она мне как-то подарила молочко для лица, которое вообще было для тела. Минька и Фрашевская, она их использовала именно как для лица. Я попробовала, и нормально так. И вообще на Вайтберрис как-то где-то в отзывах, когда искала крем для лица подруги, я читала, что там даже сами представители бренда говорили, что вообще эти все крема, и молочки, и лосьоны, это ход маркетинговый. Так что некоторые пользуют их не по назначению. Ну, в общем, может быть, я его не по назначению буду пользовать. Это подарок от маминой подруги. Так как у него, сейчас скажу, в общем, это... Ну, в общем, он в сентябре 2019 года создан. Это мне где-то в ноябре 2019 года его задарили, как бы, к Новому году. Вот тут и дизайн-то такой. Вот, 750 мл. Это подарок от подписчицы Лёлечки. Эйван Кэм молоко кокоса восстановления. Лосьон для тела, для сухой, очень сухой кожи, 400 мл. Я помню, у меня был какой-то... Ну, я иногда в Ифраше покупала, иногда в подарок за заказ выбирала себе. Приходило оно для сухой, очень сухой кожи с маслом шиш, что ли, хрен знают. И зимой у меня он так уходил на Ура, иногда и летом. Вот что-то у меня пока оно не уходит, и оно у меня ещё пока закрытое. Ай, гаманя! Так, его в этом году надо уделать. До ноября. Значит, в Уранжа надо уделать чем-то. У меня есть огромный гид для душа. Хватит аж на целых два месяца от Лёлечки. Это Эйван Сенсис, увлажняющий, дивная сказка с роскошным ароматом садового дерева и ванили. Крем-гель для душа, 100% натуральный, экстракт и происхождение 500 мл. Может быть, он будет в уходе, допустим, на апрель, на май. Эгегей, вот, целый большущий гель. У меня есть лосьон для тела и Мари Целебратинг Коллекшн, точнее Эдишн. Ну, в принципе, какая разница. Эйван. Чё он тут у нас парфюмированный? Лосьон для тела. Может жить три года со срока изготовления. Так, сейчас соображу. О, его тоже мне до декабря этого года надо доделать. Короче, эти два. Надо их поставить на видное место и себе напоминать. Этот можно, допустим, в деревню взять и использовать как вместо крема для рук, для ног и вообще для всего. Руки, ноги. Ну, если убрать руки и ноги, чё останется? Вот этот маленький овальчик, это тело, да? Ну, тело же может быть и руками, и ногами, да? Ну, в смысле, как бы и для лица тоже. Так что, это, может быть, даже в деревню заберу. Я их сейчас подальше отодвину, чтобы потом поближе поставить и знать, что их надо уделывать. У меня есть ещё один лосьон для тела и Мари Корсет от Эйван, тоже от Лёлечки. Так. И он ещё года полтора может вполне себе притянуть. Парфюмированный лосьон для тела. Вот. Я его сюда подставлю. У меня есть некая фиговина, мне её Женька подарила. Мне её, по-моему, до конца этого года надо уделать. Тут я где-то периодически вижу этот срок годности. Да, до конца года её надо уделать. Я вообще забыла, за чего она. Вообще про неё забыла. Сыворотка-заполнитель для тонких и нормальных волос, густота и проткальность. Люди, если помните, что ей делают, ну, дайте знать в камень-то. Я так понимаю, что её надо после мытья волос наносить на волосы или... Магия гиалурона. Вот. Забыла я вообще про неё. Сюда поставить надо. Я ей пользовалась как бы. У меня есть вторая упаковочка. Две по цене. Одной покупала в своё время. Одной уже пользуюсь. Она на уход на март заявлена. Она вообще с полногтя надо, буквально вот с этого половинки ногтя. Ну, ладно, с две трети этого ногтя надо. И всё нормально очистится. Зубная паста. Донтал клиник. 2080 травы, биосоли, лечебная трава, биосоли. А свежее отдыхание защищает от кариесопротфилактика, заболеваний, дёсен, вкус мяты, лечебных трав и гелевая. Насчёт мяты не сказала бы, но такой приятно-солноватый вкус. Интересная. Тут 120 мл, если мне память не изменяет. Может жить она долго и счастливо. До 15 января 2023 года аж. Так что вот. Так, ещё у меня есть крем для лица. Он вообще был в тверде, но мне надо было узнать там срок годности или чё-то в этом роде. И по-моему его... А, до сентября, до 2022 года его надо уделать. Это я когда-то в Ифраше года два назад делала заказ и выбирала в подарок за заказ именно этот крем. Потому что именно такой крем мне советовала подруга. Она регулярно его покупает. Он для дневной и ночной такой, два в одном. Я его до сих пор ещё не открывала, потому что юзать-то пока не собираюсь. Даже не снимала на проверку, есть ли там фольга. Ну, зафольгирован ли он. Поэтому просто показываю вам баночку. Когда у меня Гринмамовский наконец-то закончится, пион и чака, который из серии чистая кожа, то я этим займусь. Может быть у меня Гринмамовский закончится даже в марте. Потому что я им так даже практически каждый день по вечерам пользуюсь теперь. Чтобы побыстрее его доделать. Ну, иногда на руки мажу. Так. Слюда я не знаю, может это уже убрать что-то. Ну, короче, этот крем изначально был басклюдирован. Так. У меня есть мыло, которое я сама покупала, когда делала какой-то там большой заказ в Ифраше. А может быть я его покупала, когда была последний раз в Ярике. В Ифраше. Я не помню. В прошлом-то году я не была в Ярике, потому что это чертова корова вируса. В общем, позапрошлом году. Он у нас до марта, до июля 22-го года годен. Ты не смотри зрительно то, что это лимитка, кстати, нового года какого-то. Что оно вот в таком состоянии. Мне как-то в Каментах после второй резки мыла написали, что надо мыло подсушить. Ну, и я его вскрыла и положила наверх подсушить. И у меня в коридоре пахло этим мылом. Кстати, это что вообще у нас? А, тут, короче, по-моему, ёлки какие-то. Ёлки, ёлки. 150 грамм этого мыла, но... По-моему, оно ещё... Ну, в общем... Наверное, оно ещё не совсем подсохло. У меня есть другие какие-то кусочки. Короче, возможно, я его всё-таки уделаю как просто мыло, а не как постричь. Потому что, когда я ещё созрею, постричь мыло на камеру, в случае, я его так уделаю. Жалко, что-то мне его хорошее мыло, что его уделывать. Ещё у меня есть три мыла от Лёлечки. Два вот из такой упаковочки. Очень классное, кстати, мыло хорошее. Мыло для детей. Завод братьев Крестовниковых. Основан в 1855 году. Короче говоря, у меня вот этих Крестовниковых с миндалём сейчас мыло. Ну, я там миндаль не ощущаю совершенно. Вот, которое у меня тоже от Лёлечки мыло. И оно заявлено на этот, на март. Насколько мне известно, вроде его в Фикс Прайсе продают. А ещё я видела в меньшей упаковочке такое же мыло. У нас в магазине нужны вещи. Туалетное мыло для детей. Крем и ромашка. И ещё одно мыло для детей. Крем и чистотел. По-моему, у меня было два тут крема чистотела. Вот крем и чистотел я уже уделала в прошлом году. А эти два у меня ещё лежат. Они, кстати, большие такие кусочки. По 190 грамм. И ещё вот у меня есть мыло. Туалетное мыло 160 лет. Качество. Банное натуральное мыло. Изготовленное в лучших традициях для вас и вашей семьи. Твёрдое. 180 грамм. Ну, так как мне там в полочке, чтобы был порядок, я его вот сюда зафигачила. В эту коробочку. Оно как бы влезло. И занимает меньше места. Как бы вот в такой коробочке. И что, зритель, походу делал это все мои запасы. Эгегей. Ну, слушай, может они, конечно, не такие огромные, как раньше были. Но зато у меня, благодаря им, пол полочки свободны. И я туда духи почти все укакушала. Вот так вот засунулась. Сегодня я, кстати, послала один отливант в одну область. Эгегей. Отливант, сейчас соображу кого. Я даже благодаря этой девочке понюхала этот отливант. Насколько я помню, у неё сумка типа моей. Только не зелёная, а коричневая, медведковская. Короче, османтус натурель. Я вот сегодня отливала. Я даже пришла к выводу, что надо бы, наверное, запастись специальным шприцом, чтобы в него отсыпывать, а потом из него выливать. Чтобы удобнее было. Ну, короче, я вспомнила, как этот аромат пахнет. Вспомнила, что он мне нравился. Я думала, о, он мне... Вот. Короче, так. Мне тут, скажем так, ну, мыло прилично, я считаю. Считаю. 150 грамм вот этого. И тут почти 600 грамм ещё. Ну, 700 грамм. Тут, значит, 190, 190 и 180. 10, 20, 30, 40. 600. 710 грамм у меня мыло. Вот чисто вообще таким конкретно. Я не считаю то, что ещё там 100 с чем-то в ванной лежит. Пол-литра геля для душа. Но больше всего у меня лосьонов для тела. Вот надо как-то себя заставлять, не знаю. Ну, у меня как бы заканчивается крем для рук, поэтому я думаю, что лосьоны для тела уйдут. Потому что я как-то одну в деревню, а как-то брала какой-то как-то... В каком-то году я помню лосьон для тела брала в деревню вместо крема для рук. Использовала очень супер, пошёл. Крюш, всем спасибо за просмотр, зрители. Если ты что-то такое юзаешь сам, ну, как-то знаешь, применение, допустим, для лосьонов для тела, чтобы их побыстрее уделать до срока годности. Ну, чё тут... Хотя у нас, ну... Я думаю, что этот лосьон для тела, который у меня на март заявлен, доделаю всё-таки, надеюсь, когда-нибудь. Этот если в деревню взять, то этот я, наверное, всё-таки... Ну, постараюсь, короче, их уделать до конца года. Всем спасибо за просмотр до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok